Приветствую вас! Давайте разберём ваши вопросы, которые вы задаёте. Первое, что хочется сказать, прежде чем перейти к вашему тексту, то, что вы спрашиваете, в принципе, выглядит как такой запрос на психотерапию, что, в общем-то, на мой взгляд, не очень вяжется с тем, что вы пишете про своё обращение к психологу, и про то, что вы изучаете курсы психологии, на мой взгляд. Потому что и психолог, если бы вы с ним работали до тех пор, и курсы психологии, в принципе, довольно хорошо могли бы вам объяснить все ответы на ваши вопросы, которые не являются чем-то таким достаточно уж сложным. Поэтому, честно говоря, вот эта вот парадигма, которую вы показываете в своём тексте, она несколько вызывает сомнения. Я понимаю, что вам это может быть неприятно, я понимаю, что вы, может быть, с этим не согласны, я понимаю, что, может быть, вы подумаете, что я как-то вот обвиняю вас в том, что вы обманываете и говорите что-то не так, но просто хочу обратить ваше внимание, что вот вы пишете, что обращались к психологу, вот вы пишете, пишете, что, значит, изучаете курсы по психологии, даёте вот следующий вопрос, который, ну, как бы является, ну, свидетельством того, что какие-то базовые вещи, на мой взгляд, вы, ну, понимаете несколько не так, как мог бы их понимать человек, который прошёл и психотерапию, и тем более изучал курсы психологии, ну, вот. А в каком плане курсы психологии? В плане того, что, окей, на психотерапию вы могли этого не сказать, потому что, допустим, там психолог работает в определённом подходе, и вы могли, в принципе, не касаться этого, но на курсах психологии я думаю, что вот именно хотя бы формальные ответы на эти вопросы, они у вас, как бы, ну, по-любому бы появились, вот. Так что это просто несколько стран. Итак, как бороться с состоянием после абьюза? Ну, давайте для начала мы с вами скажем, а какое состояние после абьюза? Это первое. Второе. Почему обязательно абьюз? Ну, сейчас модная такая тенденция мужчин, да, называть абьюз, абьюзерами. Но есть разница между абьюзом и, скажем так, низкой культурой, хамством и прочим. Вот. Понимаете, поэтому говорить о том, что это абьюз, однозначно, опять же, исходя из вашего текста, и я бы не стал. Почему? Потому что хотя бы вот есть алкоголь. Вот. Есть алкоголь. То есть алкоголь с абьюзом, ну, на мой взгляд, как бы, не совсем сочетается. Дело в том, что алкоголь и системное употребление алкоголя влияет на человека, да, и влияет негативно, к сожалению. Но, вследствие употребления алкоголя, личность человека меняется таким образом, что ряд характеристик, вот, очень похожие на внешне, на абьюз, таковым не являются, вот, и можно говорить, что, допустим, что вам нужно, важно, как-то обесценить, мужчину, вот, своего мужа, как-то его обесценить, как-то принизить, вот, ну, чтобы, вероятно, чувствовать себя лучше, вот. Вот. Но, на мой взгляд, вам это, ну, не дает такой возможности. То есть вам, вот, принижение человека, да, не дает возможности себя, ну, почувствовать себя лучше, вот. Ну, в принципе, потому что это же, ну, по сути, сублимация, ну, по сути, по сути, вот. По сути, это сублимация и не решается таким образом проблемой. Ну, ну, ваша, лично ваша проблема таким образом не решается. Это, значит, невозможно, невозможно. Дальше. Давайте определим, что есть состояние. Что есть состояние после абьюза. Что это за состояние. Какое это состояние. Вот. То есть, как можно, ну, например, охарактеризовать это состояние. Да? Вот. То есть, ну, как бы мы его охарактеризовали, это состояние. Состояние после абьюза. Вот. Вот. Ну, кто-то мог бы сказать, наверное, что это состояние после абьюза является состоянием травмированности. Вот. Ну, что-то вроде, ну, например, что-то вроде БТСР. Да? То есть, посттравматического стрессового расстройства. То есть, это травма. Соответственно, состояние травмированности получается. Если мы соглашаемся с тем, что это состояние травмированности. Вот. Если мы, я повторюсь, если, именно если мы с этим соглашаемся, да? Вот. То с этим состоянием бороться не нужно. Вот. Именно бороться не нужно с этим состоянием. На мой взгляд, на мой взгляд, это состояние нужно проживать. Вот. Именно проживать. Вот бороться нет, проживать да. Понимаете, какая штука. Ну, ну, вот. В данном случае. То есть, не надо бороться именно. Вы же, здесь первый важный момент, что вы как-будто, значит, спрашиваете, как мне с этим станет бороться. Вот, и это, как мне кажется, является, ну, такой вот, довольно таки серьёзной историей, довольно такой серьёзной, я бы сказал, заявкой на то, чтобы себя подавлять и демонстрировать некоторое отвержение, отторжение того опыта, который вы получили, пускай и неприятны. Был у меня бывший муж, который пил, унижал меня и всячески оскорблял. Здесь первый момент, почему я это позволял, как я это позволял. Всем всем, друзья, моё общество показывает, что он очень хороший человек, во всем виноват и я. Но опять же, может показывать. Кстати, это не совсем про Бьюз, это немножечко про другое. По крайней мере, по признакам. В итоге наши совместные друзья приняли его позицию. Ну, люди принимают ту позицию, которая им больше нравится. Вообще, эта идея относительно того, что, скажем так, можно человека переубедить, да, она выглядит, ну, на мой взгляд, она выглядит сомнительно, эта позиция. Потому что люди чаще всего соглашаются именно с той точки зрения, которые им ближе. Вот. Понимаете, да? То есть, люди не переубеждаются в этом смысле слова. Они не переубеждаются. Они, как сказать, они выбирают. Они выбирают то, кому верить, по большому счету. И, собственно, если ваши, ну, если ваши друзья выбрали верить, как раз, вашему мужу, скажем так, то это, в общем и целом, проблематика ваших друзей. Больше. Не ваших. После развода он встретил девочку, с которой большие видимости не очень хотел встречаться. Параллельно переписывался со мной на тот момент. В итоге мне он сказал, что, извини, мы с ней подходим друг к другу. И через месяц она забеременела от него. Хотя он сказал мне, когда еще общались, что я, по сравнению, с ней королевы красоты в этом плане тоже лучше. Не знаю, даете ли вы себе отчет или нет, но здесь человек вас сравнивает. Вот. Ну, то есть, ну, вот, как сказать, ну, сравнивать два. Человек здесь, не знаю, замечаете вы это или нет, что, что, ну, такое сравнение имеет место быть. Вот. И при любом, при любом раскладе, ну, при любом раскладе здесь, как мне. Кажется, эта история, она достаточно поверхностна. Вот. То есть, я чувствую, что вы это говорите с определенной обидой, я чувствую, что вы это говорите с определенными чувствами своими. Вот. Но, это, ну, вот, сравнение, по сути, сравнивание вас, по сути. Вот. И, на мой взгляд, ну, за этим вообще ничего не стоит. А, вот, то, что человек вас сравнивает. Ну, с, ну, сравнив, значит, с, с, ну, другой. Вот. То есть, хотите, ну, версии, да, хотите, хотите, нет, но, вот, то есть, работает это, ну, примерно так. Ну, в этом смысле. Важно здесь увидеть, а задевает ли вас это? То есть, ну, задевает ли вас то, что муж, ага, ну, вот так говорил, да? Задевает ли вас это, а, неприятно ли вам это? и так далее. Вот. На мой взгляд, это нужно, ну, выявить, потому что, если вас это задевает, нужно увидеть, как и чем. вас это задевает, нужно увидеть, каким образом вас это задевает, нужно увидеть, как вы, условно говоря, думаете о себе, когда вас, когда вас это задевает, ну, например, и так далее, понимаете, понимаете, да? Дальше, после этого мы вообще не общались, прошло уже полтора года, вместе мы были 7 лет, детей не получилось, но мы пробовали недолго, слава Богу, но опять же, если вы внимательно здесь посмотрите на то, что говорите, то увидите. Первое, вы не общались полтора года, для вас это что-то значит. Второе, вместе вы были 7 лет, кризис, кризис, 7 лет в отношениях, не просто так. Вы пьете, детей не получилось, пробовали недолго, слава Богу. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что какое-то время, детей от мужчины, вы хотели, вы хотели, получается, ну или, по крайней мере, были не против, были не против того, чтобы стать мамой. в отношениях. Это тоже очень важный момент. Потому что, потом вы говорите, что слава Богу, что, ну вот, не получилось детей. То есть, это противоречия. Вот именно потому, что у вас есть такие противоречия, деструктивные, вы оказываетесь в подобной ситуации. Сейчас эта девушка стала ему женой, родила его ребенком, при своих друзьях он говорил про нее, что он, типа, женился на ней из-за ребенка, и она не последняя его жена. Ну, хочется спросить, откуда это знаете вы и, как бы, какое это имеет значение. Вот. И, ну, можно ли, грубо говоря, доверять источнику информации, да, ну вот, благодаря которому, благодаря которому вы это знаете. Вот. Потому что, ну, я бы, вот, несколько бы, наверное, по, ну, поостерегся бы, верить, вот. Ну, верить, в данном случае, этим, этим источником, вот. Дальше. При этом, его окружение до сих пор говорит про меня, что Кристина тоже тебе показала, в чем я так и не поняла. Но, судя по всему, понять хотите, вас это судя по всему задевало. После развода прошло два года, сейчас у меня новый мужчина, уже муж совсем другой, добрый, отзывчивый, хороший и просто психологически зрелый мужчина. Супер. Откуда улыбочка? Ну, то есть, что вы вкладываете в улыбочку? То есть, у вас улыбочка идет после, после фразы пробовали детей, но не получилось, слава богу, недолго. И у вас улыбочка идет после хорошего психологически зрелого мужчины. Как бы, ну, что общего там между этими двумя фразами. Какие мои результаты за последние два года? Почистила свое окружение, убрала людей, которые не умеют критически мыслить. Ну, это похоже, знаете, на что, это больше похоже на то, что вы как-то увидели, что, ну, увидели по вашему мнению вот какую-то деструктивную модель, например, и решили убирать людей, у которых нет, вот, ну, той, той характеристики, которая для вас сейчас является, ну, важной. То есть, понимаете, это ведь, ну, на мой взгляд, не несколько странно убирать человека из вашего окружения, только потому, что у него нет критического мышления. Критическое мышление есть не у всех, и его наличие или отсутствие не делает людей плохими. Понимаете, вот это похоже на то, что вы просто избавляете себя от опыта негативного, от возможностей, перспективы сталкивать себя, ну, с чем-то. Вот. Понимаете, да? Какая здесь история. Вот. Так это выглядит сейчас с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. А значит, есть какая-то проблема. Обратилась к психологу, прорабатываю свои детские залмы и события в моем сложном детстве. Были проблемы с отцом, что же хорошо. Если вы работаете с психологом, это здорово, это здорово, но тогда есть вопросы, вам нужно было бы адресовать ему. Да? Изучаю курсы по психологии, больше стал понимать людей и их тараканы в головах. А для чего вы изучаете курсы психологии, чтобы психологом быть самой или чтобы нарастить в голове количество схем, которыми можно было бы в той или иной степени объяснять себе, почему люди ведут себя таким образом, а не другим. Вот, понимаете, да? Ну, на что? На что как бы это похоже? Вот, вот, к сожалению, к сожалению, к сожалению, вот на это это и похоже. Дальше. Прианализировала свои бывшие отношения, поняла, что бывший ему страдает пограничным симптомом психопатии, а юзер газлайнер. Наверное, я правильный газлайнер, но, как вы это поняли, если вы не психиатр, психология не занимается обстановкой диагнозов. То, что вы написали, это психиатрический диагноз. Вот. Тут. Скорее, что у него было сложное детство с мамой, в котором мама на него кричала и воспитывала так, что у него не было авторитарного мужчины рядом. Супер. Для чего эта информация вам и для чего эта информация нам? Нам она зачем? Не я. По поводу друзей, они поддаются манипуляциям со стороны нет. Люди выбирают вас ту версию. Не умеют правильно смотреть на жизнь, не хотят выходить из своих привычных рамок. А зачем? Умение принимать людей такими, какие они есть, очень важно. Что вы вкладываете в правильно смотреть на жизнь? Правильно это как? Это вот с точки зрения кого? Сейчас нахожусь в здоровых отношениях очень поэтому рада, психологически мне комфортно. Вопросы внутри меня возникают такие, почему я не могу все что было за мной забыть как в страшном сне? Ну как минимум здесь есть противоречие, если вы говорите, что вам психологически комфортно, но при этом вы не можете забыть все как в страшном сне. Значит вам не комфортно. Это первое. Второе. Забыть, как вам и сказал мой коллега Кутрышев Игорь Леонидович, забыть ничего нельзя. Память все помнит и это очень важно для того, чтобы у нас был опыт. Если бы мы все забывали, мы бы не получали опыта и соответственно ничего бы хорошего в этом смысле для нас не было бы. Вот. Поэтому я бы сказал я бы сказал так, что именно забывать именно забывать именно забывать. А вот менять свое отношение к чему-то это необходимо. Это необходимо. Вопрос здесь заключается в том, можете ли вы это сделать? или вам требуется забыть. Ну все. То есть вы хотите, вы пытаетесь забыть. забыть. Ну только вот. Забыть невозможно. Забыть нельзя. А вот. А единственный способ, судя по тому, что то есть, что вы описываете. Единственный способ обратиться, ну вот, с тем, что вы помните, это обесценивать или схематизировать, объяснять, что является механизмом психологической защиты. Почему я до сих пор вспоминаю о бывшем мужа, хотя ему на меня всегда было пофигу. Вам нравится это состояние, которое вы чувствовали с ним? Это состояние подтверждает ваши собственные обесценивающие тенденции по отношению к себе, в которых вам, несмотря на то, что вы знаете, что это неправильно, все-таки было приятно. Почему мои бывшие друзья без сих пор не могут меня понять? Они не хотят? А они должны? А как вас это задевает, что они вас не понимают? Я ведь вышла из треугольника Карпмана, они должны были меня поддержать. Ну, откуда такая позиция, что они должны были? Между тем, что вы вышли из треугольника Карпмана и тем, что они должны были вас поддержать, нет никакой связи. Это вам нужна поддержка. Вопрос только в том, в чем. Кроме того, ваши вопросы, почему свидетельствуют о том, что из треугольника Карпмана вы не вышли? Потому что только жертва спрашивает, почему я не могу забыть это все, как страшный сон. Почему я до сих пор вспоминаю о бывшему мужу? Это ведь не те вопросы, которые задаются с позиции личной ответственности, а значит вы все еще в треугольнике Карпмана. Так, остались люди, которые меня поддержали, но это не мои люди, от которых я хотел бы получить поддержку, а от тех, с которыми мне страшно ушло. Вот обратите внимание, что вы хотите от кого-то получить поддержку. Вот. От кого-то конкретного. Что это говорит? О чем это говорит? Это говорит в первую очередь о том, что вам важно что-то доказать. Вы пытаетесь доказывать. Это ключевой момент. Не поддержка вам нужна, а доказать что вы хотите. Хочу очень от всего этого избавиться и стать окончательно свободной и счастливой. Это психотерапия. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. В заключении хочу сказать следующее. Стать по-настоящему счастливой и свободной вы сможете тогда, когда у вас появится интерес в жизни. Когда вам будет интересна ваша жизнь, а не то, условно говоря, кто с вами, ну, ну, в смысле, кто с вами, кто сдавался, подумал и как. А вас подумали, ну, ну, люди, вот и так далее. Вот идея моя заключается в том, что пока вам все это интересно. Пока вам интересно, то, почему кто-то вас не принял. Ну, пока вам, ну, пока вам интересно, то, например, почему вы не можете кого-то, забыть. Вы не станете счастливыми. Вот подумайте, что вы будете делать, если завтра вы станете абсолютно счастливы и свободны. Что вы будете делать? Для чего это? Человеку нужна цель. Человеку нужна цель. Так было всегда. Если цели нет, а я должен, пожалуй, скажем так, констатировать, что цели у вас в жизни такой вот, что цели у вас есть. Вот глобальной сейчас как будто бы нет, как нет, вероятно, и понимания того, чем бы вы хотели бы заниматься. Ну, по жизни, по жизни, по жизни, опять же, по жизни. Вот. Так вот, пока этого нет, вам будет, вас будет, точнее, беспокоить вся эта история. Она будет вас беспокоить, потому что по-другому не бывает. Человеку нужно, так вот уж повелось, что человеку нужно, человеку необходимо, в этом смысле, на что-то направить. Направлять свою энергию, и если не на что ее направлять в своей жизни, то человек будет направлять ее на жизнь других людей. На этом все, желаю вам всего самого доброго, удачи и обращайтесь. Спасибо.